Вот он, туристический центр Белокурихи. Кругом огромные отели, готовые развесить тысячи туристов, но сейчас они все закрыты. Кстати, еще 20 дней назад по этим улицам гуляли 20 тысяч человек. Сейчас же я одна. После указа губернатора о закрытии бас отдыха и санатория в город-курорт федерального значения практически вымер. Вот, пожалуйста, тот редкий случай, когда на улицах Белокурихи все-таки есть люди. Девушки, скажите, когда-нибудь такой Белокурихи было, что так мало народу? Нет, не было никогда. Мы все не работаем. То есть вы потеряли работу? Дохода нет вообще абсолютно никакого. Где работали? У меня здесь салон. Маникюр-педикюр. На что живете? На то, что было, на сбережения. На сколько это хватит? Да не хватит уже, все, заканчивается день. Пандемия жестко проехалась по курортной сфере. Мелкий бизнес на грани вымирания. Не работают кафе, сувенирные лавки, магазины на клюшке. Вот, кстати, один из тех магазинов, где написано открыто, но все равно закрыто. Вообще никто не заходит. Мы их, в принципе, и не торгуем, так охраняем. Бывает один посетитель в день? Очень редко. Раза в четыре спал народ. Раза в четыре. Сейчас, как вы сами видите, нет совершенно никого на улице. В мае прошлого года у меня люди по 40 минут стояли в очереди, ждали чашку кофе. Все для отдыха есть, а людей самих нет. К концу марта в этом санатории отдыхало 700 человек. Сегодня же здесь нет ни души. Здесь много народу бывает? Вот здесь бывает до 300 человек. Это бассейн летний. А обычно мы с 1 мая начинаем работу. Горки, водичка течет, свет кругом, баня русская. А теперь не то, что 1 мая. 1 июня бы открыться, говорит руководитель санатория России Федор Елфимов. Два месяца простоя отнимут сотни миллионов выручки. Директор признается, что Белокуриха переживает сейчас самые сложные времена за вековую историю. Даже войну курорт принимал туристов. Один по коридору, думаю, темнота и как этот Кощей-бредочень в своем царстве. Родонолечение, за которым приезжают туристы со всего мира, зал диетического питания, ресторан и фитобар. Все закрыто, а в холле вместо привычной многоголосицы непривычная тишина. Лобби-бар, центр туризма свои маршруты предлагает поездки, поэтому тишина. То, что затраты, как были, они и есть, но в строчке доходов 0-0-0. Поэтому основная нагрузка на нас легла. Я вчера при Викторе Петровиче говорил, что выплатить заработную плату, она не является заработной платой, она является вынужденным простоем. Нам банки несколько дней назад дали ответы, что они нам не могут выдать кредиты с нулевой ставкой. Доступен лишь кредит под 8,5%. Получается, руководители должны брать деньги у банка, переплачивать проценты, чтобы выплатить своим сотрудникам две трети от зарплаты. Льготного кредитования для этой цели ждут и в других санаториях. Банки идут навстречу? Банки готовы пойти навстречу, если будет решение правительства. Банки идут навстречу малому и среднему бизнесу. По крупному бизнесу решения пока нет у правительства. Так что крупный пока в пролете и ждет помощи, и просит даже не материальной поддержки, а хотя бы отсрочки по налогам. Так, 28 апреля санаторий России должен заплатить налог в 7 миллионов рублей. Власти признают, что мер поддержки для крупного бизнеса пока нет, но их прорабатывают. Озвучена инициатива президентом страны о предоставлении крупному бизнесу льготных кредитов на выплату заработной платы. И в настоящее время прорабатывается соответствующий механизм. А тем временем белокурихи не теряют времени и активно готовятся к встрече долгожданных гостей. Жители города-курорта уверены, что пандемия скоро пройдет. И в сонном королевстве вновь забьется жизнь. По улицам будут гулять тысячи туристов. Лавочки облюбуют парочки, а знаменитый маньчжурский орех будет радовать всех прохожих. Они стоят у таких обнаженных, потом бамс, буквально за 2-3 дня полноценный широкий лист. Это очень красиво. Валентина Скирова, Илья Халяпин. День с толком.